Башня перестала быть водонапорным сооружением где-то в конце 20-х годов, когда уже в Свергловске появился водопровод. Башня стала грустить. Во время войны город был уплотнен в жилье до максимума, потому что все те предприятия, которые были эвакуированы сюда, они были эвакуированы вместе с работниками. В 1945 году, когда у сотрудника завода, у Бориса Денисова, родилась дочь Тамара. Родилась принцесса, принцесса, жена башни. Родилась принцесса без башни как-то несерьезная. Борис понимал, что никто за него жилищный вопрос не решит. Он был инженер, он был высокопоставленный инженер. И он, переговорив с руководством завода на предмет, что башня не нужна, и почему бы ее не разрешить использовать под жилье. Получил удобрение. Семья сюда заезжает. Заезжают просторные хоромы, 25 квадратных метров. Много это или мало? Мало. По тем временам, наверное, равно. По тем временам это очень хорошо, да, действительно. Вот соседнее здание, где музей природы, это был цех, тоже переоборудованный в барак, жилой барак. Где жили рабочие заводы, и там комнатки были от 12 до 16 квадратных метров. Здесь было 25 квадратных метров. Кто вот еще помнит советские деньги, то традиция поддерживает. Смотрите, синяя пятерка, красная десятка, желтая сотня, как бы лак, так и есть. Ну, четверные ушли, но они вот такого сизого цвета и были. Простой, как три рубля, вот она зеленая бумажка. Свитеры, как назывались? Монтана. А еще какие были? Турки. Бойсы, да? Вот это все. И еще носили свитера, заправленные в штаны. Вот это вот. Турецкие. Турецкие, да. А почему, кстати, в штаны заправляли? Кто мне сказал? Потому что нормально смотрелось. Нормально смотрелось. Сейчас будут звуковые заставки из самых известных передач 90-х. Если узнали передачу, поднимаем ручку, называем. Туречки. Тоже хотите? Духайте, духайте.